Так, технология привлечения клиентов. Значит, у нас есть время. Поставьте, пожалуйста. У нас будет полчаса. Я сейчас постараюсь рассказать основные вещи, которые должны быть для того, чтобы мы привлекали клиентов и делали это системно. Для тех, возможно, кто меня не знает, я, к сожалению, сейчас не вижу, но если кто-то видит, посмотрите, это несколько наших работ. Показываю, что мы делаем, как мы делаем. Это на нашем сайте можно посмотреть. Мы делаем и современные, и классические интерьеры, а также даже экстерьеры. То есть спектр наших услуг в нашей компании достаточно большой. Мы не концентрируемся на каком-то конкретном стиле. В принципе, даже зря, потому что для привлечения клиентов очень важно делать что-то самое простое. выбрать какой-то стиль, какое-то направление и в нем специализироваться. У меня, к сожалению, самая сложная тема, потому что у меня много типов клиентов. У меня их пять. Это по школе дизайна, начинающие дизайнеры, опытные дизайнеры, те, кто студию хотят создать, клиенты, которые хотят и заказывают у нас услуги, а также еще поставщики. То есть у нас пять типов клиентов. И эта система, которую я сегодня буду вам показывать, рассказывать, она работает для них, для всех. То есть у меня была сверхзадача объединить большое количество себя и своих умений, навыков. Я думаю, что у вас тоже они есть. Вы, я думаю, тоже делаете не только проекты, но и ведете. Может быть, кто-то с партнерами работает, кто-то магазин открывает. У кого больше, чем одна услуга? Поднимите руку. Есть? Есть такие? Отлично. Вот вам, значит, тоже будет полезно. Эта тема, она рабочая. Она уже оттестирована. И сегодня я расскажу основные моменты. Да, к сожалению, все не успею. Я после нашего мероприятия покажу и расскажу вам, кто захочет. Бонус вам будет дополнительный. Сможете со мной отработать. В конце я скажу, где и как. Мы сделаем специальный чат для нашей дизайн-конференции. И мы поработаем немножечко с теми смыслами, которые я сейчас вам донесу. Пока я рассказываю, подготовьте, пожалуйста, блокнотики, ручки. Вы как, готовы чуть-чуть поработать сегодня, чтобы полезно было? Тогда блокнотики, ручки будет несложное задание. Прыгать и аплодировать долго не надо будет. Надо будет просто записывать и делать. Уникальность. У кого есть? Поднимите руку. Есть? У кого нет? Кто хотел бы сейчас найти за 30 секунд? Хотели бы? Есть? Желающие? Сегодня, я думаю, у вас получится. Итак, первое правило звучит достаточно просто. Привлечение клиентов не бывает бесплатным. Любые способы привлечения клиентов стоят нам либо временем, либо деньгами. Все это аксиома. То есть не бывает. В принципе, это справедливо. Во вселенной все устроено так, что если ты хочешь денег, надо что-то отдать. Когда мы что-то отдаем, тогда мы, соответственно, что-то получаем взамен. Значит, это первое. Вторая аксиома, которую мы тоже должны выучить. Бывают разные темы привлечения клиентов. Привлечение клиентов один – это активные действия, когда мы что-то делаем руками, либо командой, и к нам идут клиенты. Второе – это экспертно. Это когда мы прихорашиваемся, когда мы упаковываемся, и мы ждем клиентов. Это может быть по рекомендациям, это может быть просто пост мы ведем, в блоге ведем. То есть, соответственно, клиенты у нас видят, какие мы красивые, приходят, и приходят к нам как к экспертам. Так оно и называется. Третья часть – это известность. Это вот когда я рассказываю что-то на сцене, могу рассказывать дизайнерам, привлекать клиентов, дизайнеров, могу рассказывать на выставке, Мосбилд, допустим, привлекать клиентов. Могу рассказывать на, допустим, если будет какой-то съезд банкиров, и я там буду единственный дизайнер, я буду продавать им, соответственно, создание банков, инвест-проекты и так далее. То есть такая тема очень тоже рабочая. И четвертое – это сообщество. Когда мы создаем некую большую цель, большую идею. Сообщество, вот как у нас конференция, в принципе, это когда мы общей большой идеей, которая больше, чем каждая компания, больше, чем я, больше, чем каждый из нас, но вместе мы идем к некой миссии, к некой философии. Все эти концепции привлечения клиентов – это именно стратегия. Они здесь даны по мере усложнения. То есть самый простой способ активной действия – настроил директ, получил клиента. Но, как показывает практика, это и самый дорогой способ. То есть мы всегда понимаем, что мы варьируем между деньгами и временем. Соответственно, больше платишь, меньше времени ты тратишь. И наоборот, сообщество строить очень долго, но потом клиенты будут чуть ли не бесплатные, либо даже они могут платить нам, чтобы быть нашими клиентами. Так тоже бывает. Пока понятно? Отлично. Значит, как правильно? Нет понятия, как правильно. У каждого свой путь. Но мы должны понимать, какие эти пути есть и как по ним следует. Поэтому выбираем свой. Сейчас будем выбирать. Самое главное, что существует единая система привлечения клиентов. И она одинаковая для каждого пути. То есть те этапы, которые нам нужно пройти… Сейчас я буду проводить аналогию с дизайн-проектом. Представьте, что вы делаете проект. Не важно, у вас эконом-класс, бизнес или премиум. У вас все равно одни и те же этапы. Вы всегда делаете планировку, техническое задание, планировку, делаете визуализацию, рабочие чертежи, подбираете мебель. Не важно, какой. Также здесь от уровня сложности не зависит ни в коем случае сама технология. К сожалению, это одна из основных ошибок. Многие дизайнеры нарушают технологию. Если технологию нарушать, то не получится. Невозможно прийти на объект и сразу же сказать, где будут розетки, потому что нужно план сделать. Здесь привлечение клиентов – это такая же технология. Это очень хорошая новость, потому что если мы поймем, как это делать, то, соответственно, у нас оно будет работать. Я сейчас вам хочу рассказать, как это делать. Система приносит клиентов. Соответственно, ее разумно знать и соблюдать. Все просто, пока я понятно. Система состоит из семи элементов. Можете сфотографировать. В целом это есть у нас на сайте. Есть у меня методика, которую я разработал, тоже исследую ее. Семь последовательных действий, не действий даже, а областей знаний и навыков, которые позволяют нам развивать себя, развивать свою компанию. Сейчас мы частично про это поговорим, я думаю, до третьего-четвертого пункта. Вот остальное. Кто идет на веблог, я вижу, здесь тоже многие. Завтра разберем максимально детально. Итак, уникальность. Кто мы, что мы. Продукт. Что мы продаем. Какой у нас базовый продукт, продвинутый и средний продукт. Упаковка. Как, соответственно, мы это дело представляем. Продажи. Как мы привлеченных клиентов конвертируем в деньги. Дальше. Только после этого мы настраиваем систему генерации заявок и продаж. То, с чего начинают многие, говорят, а где мне взять таргетолога, где мне взять человека, который мне все настроит, и я буду получать клиентов. Это рано. То есть до этого нам надо поработать обязательно. Нельзя найти такого человека сразу же без упаковки себя. Шестое. Люди, инструменты, системы. Когда мы из удачного кейса уже начинаем строить бизнес по привлечению клиентов. И седьмое. Все это дело можно умножить в 10 раз, если мы прокачиваем свой личный бренд. Он работает только когда все остальное сделано. Сейчас я тоже покажу основные моменты. Итак, давайте с вами поработаем теперь. Первое – это философия. Я прочитал, честно вам скажу, большое количество материала, связанных с психологией, с целью полагания. Вот эти все умные книжки, просто очень много всего. Я сейчас вас избавлю от часов вообще и дней изучения этой информации. Все очень на самом деле просто. Я сейчас постараюсь показать, как это работает и как вы можете, самое главное, практически это применять. Итак, философия. Что такое философия? Это то, к чему мы стремимся. В каждом из нас она есть с рождения. Мы поменять ее не можем. У нас есть некие ценности, к чему мы стремимся. Они у нас у всех разные. Я выписал наиболее подходящие мне и дизайнерам, но вы можете написать свое. Задача сейчас написать три себе главные ценности и выделить одну звездочкой. Это может быть эстетика, то есть мы стремимся к красоте во всем мире. Это может быть комфорт, то есть чтобы всем было удобно, например. Это может быть свобода, что хочу путешествовать и не хочу быть непривязанным к чему-то. Это может быть новое, то есть вы стремитесь всегда к новое. Безопасность. Это может быть экология, эко-стиль. Вспомните спикеров, которые были сегодня, вчера. Может быть, вы знаете, тоже какие-то другие темы. Они могут быть любые. Всего можно посмотреть ценностный список, психология-то есть, и там очень-очень много разных таких идей. Запишите, можете три выбрать, если пока не можете выбрать какую-то одну конкретную, но лучше выбрать одну конкретную. И поднимите руку, у кого одно конкретное слово удалось выбрать. Поднимите, пожалуйста, руку. Одно слово выберите. Если не знаете, любое выбирайте. Я сейчас просто вам покажу как пример. Лучше будет, если вы его запишите и тоже вместе со мной сделаете. Все, записали, да? Сможем идти дальше? Следующая тема – это идеология. То есть первая тема… Хочу отметить, в чем отличие, на самом деле. То есть никто об этом детально не говорит, но я очень долго пытался понять, в чем здесь суть. Суть очень простая. Первая тема – философия не относится к нам. То есть философии нельзя деньги писать. Это то, как мы влияем и действуем на мир. То есть это то, как мы видим идеальный мир, без привязки к себе, то, что мы отдаем. А второе – это какое я, как мы это делаем. Это идеология. Это может быть креативный, системный, аккуратный, стабильный, честный. Тоже выберите три основных и звездочкой пометьте одну. Почему нужно помечать одну? Потому что сейчас мы из этого сделаем важную следующую тему, которая будет помогать нам продавать. Понятно, что у каждого человека, на самом деле, около пяти основных таких моментов, но нам нужно выбрать с чего-то начать, то есть что-то основное. Когда мы выходим на сцену, когда мы здороваемся с кем-то, начинаем общаться, у нас есть какая-то ключевая вещь. Удалось выбрать одну? Поднимите руку, у кого удалось. Есть? Молодцы. Отлично. Супер. Следующее. Все очень просто. Это миссия. Что такое миссия? Что мы делаем? Это соединяем первую часть и вторую часть. Это философия плюс идеология. Как мы меняем мир с помощью нашего таланта? Все просто и понятно. Это и есть наша, по сути, упаковка, уникальность. Я, когда это понял, думаю, как все просто и здорово. То есть у меня есть основа. Попробуйте соединить первое плюс второе. А я вам покажу пример. У меня это красота через систему. То есть я за эстетику, за красоту. Для меня это самое важное. Мы работаем в сфере дизайна. Ну, то есть эта тема, я могу в гораздо больших объемах зарабатывать деньги для себя, там, своей семьи, путешествий и все остальное. Но мне все равно нравится красота. Я к этому иду. И через это я все равно строю бизнес. То есть для меня это важно. Это является самой основной частью. То есть без этого мне бы было очень тяжело. Я вот за эстетику во всем. А система – это мой склад характера. Это мой ум. Кто-то вот раскачивает людей, кто-то выступает, кто-то смешит. Я думаю, что у вас было ум. Я просто четко, конкретно, я умею по полочкам разложить. И эта тема позволяет мне создавать проекты, создавать продукты по обучению, вести веб-блог, любую тему разложить по полочкам и передать ее. То есть эта тема позволяет мне делать то, что я делаю. И самое интересное, это что у каждого она своя. Кому удалось найти свои вот эти два сочетания, миссию? Записали себе? Классно. Ну, я сейчас спрашивать не буду, потому что микрофонов нет. Обсудим завтра, кому будет интересно. Дальше, посмотрите внимательно, у меня есть подстрочка. Подстрочка является то, что мы дополнительно вот три вещи включаем. То есть у меня это второе, третье – это честность и развитие. То есть я не могу сидеть на месте, для меня очень важно каждую новую тему запускать. Я начинал вообще свой бизнес и вообще свою работу со студией визуализации. У меня была очень такая большая и хорошая студия визуализации. Там платили достаточно много денег, но я оттуда ушел просто потому, что мне было скучно уже. Я пошел в дизайн, хотя там бы я гораздо больше денег зарабатывал. И вот эта вот путеводная, можно сказать, звезда для себя, то, что ты понимаешь, ты в гармонии с собой, ты идешь куда-то дальше, не потому что там платят больше или комфортно или еще что-то, а потому что ты не можешь по-другому. Вот эта вот миссия и то, что мы выявили, она дает нам успокойствие внутри себя. И это спокойствие в дальнейшем перекладывается в том числе на клиентов. И именно ради этого они к нам приходят. Это вот к вопросу, кто не может там найти себя, уникальность и мотивацию. Вот она мотивация, вот она уникальность, понимание себя и движение туда. И тогда ты становишься счастлив, свободен, тогда у тебя все получается, и клиенты приходят, какие хотят. Поэтому следующая вот часть – это последовательное развитие в деньгах и творчестве со взрослыми ответственными людьми, честно, этично, без манипуляций. То есть мне это тоже важно. У меня честность ключевая вещь. Я никогда не обманываю, даже если это выгодно, то есть с точки зрения денег. Для меня честность и порядочность, она гораздо более важна во всем вообще. Это все везде проявляется. Это транслируется абсолютно везде. И в продуктах, и в общении везде. И взрослые люди тоже для меня очень важная часть. Я пробовал работать на массовый рынок, эконом, и с помощью, опять же, там, манипуляций каких-то. Я очень хорошо знаю психологию, я могу, в принципе, ну, условно, влиять на людей очень хорошо. Но мне это не очень комфортно. То есть я понял, что у меня высокий чек, мне удобнее работать один на один, вот поэтому я вот так строю свою работу. Это не значит, что вы также должны делать. Каждый выбирает свое, и вот этот вот путь, он очень важный. Готовы найти уникальность? Отлично. Сейчас вам еще одну тему расскажу, очень классную. Смотрите, всего есть четыре основные вещи. Тоже не надо изучать всю психологию, там очень много разного, но это нужно для психологов. Нам нужны всего четыре вещи, потому что они помогают нам построить систему и продавать. Итак, первое – это деньги, ресурсы. Все, что касается денег. Это то, ну, то есть если у вас… Давайте так, это пока не про вас вообще. Это основополагающие принципы, почему люди действуют. То есть основополагающие принципы для мотивации движения. Кого-то мотивируют деньги, кого-то мотивируют эмоции и отношения, кого-то место в обществе, то есть быть выше других, социальная значимость, и кого-то безопасность. Это вот основополагающие вещи. Фокус в чем? Выберите две штуки, то есть у вас есть две. Понятно, что все они есть, все они важны. Вот если бы вам сказали выбрать две основные, какие бы они были? Запишите себе. Что для вас наиболее важно? Деньги, безопасность, место в обществе. Это в том числе и признание, награды, понимаете, да, о чем я? Понятно смысл вот этих? Кому непонятно, есть кому непонятный смысл? Первое, вы стремитесь к деньгам. Второе, вы стремитесь к результатам личным, к статусу. Третье, вы стремитесь к нетворкингу отношений и хороших отношений с клиентами и командой. И четвертое, к безопасности, чтобы все было четко. Получилось? У кого получилось две выбрать? Поднимите руку. Отлично, супер. Я пометил значком, то есть вы можете значки тоже такие использовать, чтобы запомнить. Вообще пиктограммы лучше запоминаются, это принцип нашего мышления. Когда значком пишешь, лучше потом вспомнить и использовать. Теперь у нас еще есть продукт. Сейчас мы к той теме еще вернемся. Продукт это у нас получается миссия, плюс наша уникальность, вот эти две вещи, плюс предложение, которое мы даем клиентам. Сейчас мы не сможем сделать это упражнение, но карточка продуктов есть. У кого-то книга есть, моя, соответственно, в книге вы можете найти 20 вопросов упаковки. У кого книги нет, ничего страшного, ну кто по какой-то причине не купил, в конце я скажу, где можно будет эти вопросы посмотреть. В книге есть просто описание, как их составлять. То есть вы делаете упаковку своего продукта по 20 вопросам, используя миссию, уникальность и предложение. Все это упаковка, пока просто. Согласны? Пока ничего сложного нет. Теперь, следующая тема у нас касается клиента. Для того, чтобы продавать, нам нужно понимать, кому мы все это дело будем продавать. То есть мы поговорили сейчас о себе. Теперь мы говорим о клиенте. Потому что клиент, какой он должен быть? Он должен быть такой же, в принципе, как и мы. Я имею в виду по соотношению, что ему нужно, что ему нравится. Но как мы должны исследовать клиента? Есть четыре составляющие. Долго на этом останавливаться не буду. Если у вас есть помощники, возьмите себе личного помощника, либо секретаря, либо сами посмотрите. Вам нужно выписать портреты вашего клиента. Первое – это описание ситуации его. Чаще всего это эконом, бизнес и премиум. Они отличаются. Эконом хочет больше всего, чтобы было дешевле. Бизнес хочет цена-качество. Премиум хочет личный подход. Понятно уже, к чему мы клоним? Вспомните предыдущую тему. Если там у нас личные отношения, то, скорее всего, это к премиуму будет. Если у вас личного вы не можете давать или не хотите, то, скорее всего, это будет проблематично. Понимаете суть? Страхи, теперь мы пишем второе, что эти клиенты, какие у них проблемы. Сейчас я некоторые назвал. И желания. То есть выписывайте, прямо исследуйте клиентов, смотрите, можете по форумам смотреть, можете взять интервью у ваших клиентов, можете просто вспомнить по памяти. Ваша задача просто выписать страхи, желания, описание клиента. И самое интересное, четвертое – это цитата. Это конкретно, какими словами клиент говорит о том, как он будет делать ремонт, как он будет делать дизайн, как он будет заказывать и как он будет вообще искать дизайнера. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы прямо эти цитаты мы смогли использовать в нашей рекламе, в продающих материалах. Это вот еще один кубик в наше создание системы привлечения клиентов. Кажется, что немножко сложно? Если кажется, что немножко сложно, это нормально. Это не сложно, это все очень просто, потому что мы собираем все это из кубиков, и когда вы запустите, оно будет работать. Всего по четыре пункта просто заполнили и получили. Возвращаемся на второй кубик. Что ему важно? Если вы заполнили предыдущую тему по клиентам, у вас точно так же. Помните уже по памяти. Первое что? Деньги. Второе. Социальная важность, да, значимость. Третье. Эмоции. Легко запоминается, отлично. И четвертое. Безопасность, отлично. Теперь что самое важное? Произвести проверку. Очень важно, чтобы то, что вы в себе внутри чувствуете, вашим клиентам тоже откликалось. Это большая ошибка. Ну вот у меня была тоже, когда я пытался, например, с экономиклиентом построить бизнес. Я не про бизнес, я не про большую компанию. Я про маленькое бутиковое личное общение. Нет смысла большую разводить историю. И наоборот. Кто-то хочет большую компанию, корпорацию построить. Им не нужно, наоборот, лично общаться. Им нужно наплодить, допустим, последователей и куча-куча людей, которые как в Макдональдсе будут штамповать. Это тоже нормально. Все мы разные. Это хорошо. Главное, опять же, быть в гармонии с собой. И к нам придут наши клиенты. Когда мы все это выстраиваем, клиенты как раз приходят. Что же такое упаковка? Упаковка – это, по сути, и есть демонстрация нашей уникальности в мире клиента. Мы знаем, что нужно клиентам. Мы понимаем, какая у нас есть уникальность. Мы ничего не придумываем вообще. Мы ее только что написали. Кто сделал упражнение, у вас уже половина уникальности вообще есть. Осталось оформить это, картиночками снабдить, и все будет отлично. Также упаковка зависит от стратегии. Хотел вам показать цифры. Это конкретные цифры, которые я тестировал. Я же вам не просто так буду какую-то теорию рассказывать. Все это я тестировал, и тратил деньги свои. Значит, активное привлечение клиентов. Какие инструменты мы используем? Инструменты – тест-драйв, лейдинг делаем, рекламу с оффером каким-то. Узнай, сколько стоит твой дизайн, заполни анкету. Может быть, квиз какой-то. Видели, да, такие, наверное, анкеты у коллег? Аудитория либо холодная, либо теплая. Стоимость получения конкретно целевого клиента по такой рекламе от 15 до 50 тысяч рублей. То есть нужно рассчитывать на этот бюджет. Соответственно, если у вас там проект 100 тысяч стоит, то уже тяжело так будет делать. Просто не сможете справляться с конкуренцией. Если 500 тысяч, уже нормально. Это 10-20%, например, может быть, реклама. Понятно калькуляция? Это конкретно. Я сейчас выкладки математически не привожу, но они есть. Кому интересно, потом вступите в клуб, и я покажу, расскажу, как это делается, чтобы вы сами точно понимали. Просто цифры это можете принять, как есть. Соответственно, если вы хотите экспертно продвигаться, цены ниже получаются практически в 3-5 раз. Опять же, какие плюсы? Активно вы хоть завтра начинаете рекламироваться. Экспертно нужно поработать. Экспертно вы должны какие-то контент сделать свой, сделать посты, может быть, давать рекомендации, с клиентами пообщаться. Соответственно, все это дело уменьшает стоимость. Почему? Потому что больше личного общения, больше доверия. Цена меньше. То есть практически… Это не бесплатно, бесплатного опять же не бывает. Бесплатно имеется в виду консультации, которую вы можете делать. Цена уменьшается. И здесь мы должны понимать, опять же, какой способ. Опять же, нет правильного или неправильного способа. Можно и так, и так. Это просто цифры, на которые можно ориентироваться. Что же люди любят? В принципе, как и вы. Клиенты тоже люди. Они любят в принципе то же самое, что и вы любите. Никто не любит, когда им начинают манипулировать, что им рассказывать. Все любят, когда четко, понятно и для меня. Люди любят покупать у экспертов, которые им созвучны и честны. Опять же, мы помним, что у каждого человека своя ценность, и у вас она тоже. Поэтому вам не надо быть кем-то, вам не надо выдумывать что-то. Вам не нужно какие-то чужие стратегии брать. Вам нужно просто распаковать, что у вас работает, и это транслировать. Клиенты бывают в разных состояниях. Почему? Я сейчас расскажу. Почему экспертные продажи работают? Клиенты приходят к нам, и мы должны их тоже проверить, чтобы не продавать тем, кому мы не хотим продавать. Не надо всем продавать. Это тоже очень важная часть. Мы должны понимать, подходит ли проект по показателям, по площади, по деньгам. Можно и нужно спросить их об этом. Тогда вам не нужно будет продавать тем, кому это не надо. Это ратистилы, энергия. Второе. Степень осознанности. Нужно понимать, хочет ли он дизайн, либо просто ремонт заказал. Если у человека нет денег, он не понимает, что заказывает, смысла нет его вообще продавать никак. Просто говорить, извините, мы не можем помочь. Это тоже нормально. Нужно ли срочно или через год? Тоже вы можете продавать или нет. Ну, кстати, я не говорю, что не надо. Можете в качестве тренировки, но это не будет вашим клиентом в любом случае. И также последнее, что я спрашиваю обязательно, что он о нас знает и почему выбрал? Почему он выбрал именно меня? И если я чувствую, его ответит то, что он разобрался, то тогда уже имеет смысл с ним работать. Это способ, когда у вас есть поток клиентов, когда вы можете фильтровать и когда у вас задача фильтровать. Как его наладить, сейчас тоже чуть-чуть конкретно поговорю. Ну, то есть это фильтр мы должны включить. Почему? Почему? Очень часто бывает, что когда мы делаем, например, работу с таргетологами, к нам приходят иногда по 10, 20, 30, 50 заявок. Мы все их не сможем отработать. Они нам стоят 100, 150, 200 рублей. И какой-то из них один хороший, но мы не знаем кто. И наша задача очень быстро это отработать, потому что эти клиенты смотрят еще где-то. Они не выбирают именно нас. Они выбирают тот, кто быстрее с ними повзаимодействует. Соответственно, здесь нужно как можно быстрее со всеми работать и отсеивать те, кому не нужно. Вот эти вопросы можно дать менеджеру, который будет отсекать всех ненужных, и вы будете общаться с теми, кто нужен. Что же нужно им показать? Экспертность. Список сейчас давать не буду. Все понимают, что такое экспертность. Кейсы, отзывы, результаты, ну и все остальное, работы. Уникальность, то, что мы сейчас обсудили. И честность. Надо показать, что мы настоящие. Можно как раз-таки для этого показывать блок и все остальное. Но этого недостаточно. Что еще важно? Продавать и проявляться. Здесь я хочу вспомнить про некие комплексы, которые есть. Дизайнеры не любят продавать. Почему не любят? Потому что думают, что они что-то впаривают. Я сейчас хочу вас от этой темы избавить, если у кого-то вдруг есть, ну либо не у вас, а у вашего друга, если есть. То есть вы отдаете. Когда вы даете клиенту то, что ему нужно, и сами делаете то, что нужно, то вы плодите счастье наоборот. Это хорошо. Впаривать, когда они не соответствуют. Ваша эстетика и его. Поэтому вам не придется никогда продавать. Вы просто будете позволять человеку купить. Это очень классно. Очень хорошо работает. И очень классно получается. И второе. Проявляться то, что многие забывают. Не публикуют свои работы. Не публикуют свои кейсы. Не рассказывают о себе. Не ведут к инстаграм, не ведут stories. Либо ведут, но там что-то другое рассказывают. Непонятное. Вам нужно показывать именно нашу уникальность, которую мы сделали. И здесь мы подходим уже к личному бренду. Личный бренд – это как раз-таки о том, чтобы продавать и проявляться. Почему он работает? Сейчас тоже объясню. Кто-то, может быть, еще не знает. Может, кто-то знает. Но мне в свое время, я когда раскапывал эту всю историю, мне это очень сильно помогло. Много-много лет назад я начал эту тему развивать. И тогда еще в полной смысле не понимал, как она работает. Сейчас знаю и понимаю. Итак, личный бренд. Когда человек с вами дружит, когда он видит ваши ценности, а люди видят именно ценности, то, что мы вывели ранее, а все остальное для них – это фон. То есть наши проекты, наше поведение на людях, наше выступление, наша работа с партнерами, поставщиками. Везде, как мы себя ведем в жизни, даже на природе, на отдых. Даже когда ты салат показываешь, который ты съел, они смотрят не на салат, а как ты ценности какие-то несешь. И про салат можно сказать, что он стоит дешево, дорого, что официант принес неправильный, либо наоборот правильный. То есть они видят именно нас, какие мы, и как мы проявляемся. И вот это очень важно. Почему? Психологически людям интересно смотреть за людьми, просто они хотят смотреть, как живут другие люди. Это заложено нами природой. И мы, соответственно, просто это используем. Мы используем для того, чтобы привлекать внимание. Мы проявляемся, может быть, не обязательно даже конкретными нашими работами, но потом постепенно мы выводим на работу. У человека создается впечатление, что то, как мы ведем себя в жизни, оно также и в работе. На самом деле это правда. Так оно и есть. Если посмотреть на нас, какие мы аккуратные и неаккуратные в жизни, такие чаще всего мы и в работе. Мы не можем быть двумя людьми. И это нормально. И это хороший психологический момент, который присутствует в природе, и который мы можем и должны использовать. Поэтому что мы делаем? Смысл и упаковки у нас есть. Философия и идеология. Вы записали даже сейчас ее. Повседневные дела. В любые повседневные дела это вплетаем. Снимаем сторизы, снимаем посты. В том числе даже про конференцию. То есть то, что вы сейчас здесь. Не просто я послушал какого-то лектора, а почему я здесь, как я пришел к этому, как я буду использовать, почему то, что он рассказывал, откликается, какие ценности я взял у этого лектора, или наоборот, против чего я выступаю. Кто-то сказал, я за мир во всем мире, а я вот за войну, например. И вот объяснить свою позицию. И к вам притянутся ваши клиенты. Дальше очень сильно нужны, и этого не избежать, навыки съемки и копирайтинга. Рассказывание истории и умение написать нормальный текст хорошо. И съемки, потому что придется базово хотя бы научиться нормально камеру держать, если кто-то не умеет или боится, это надо. Без этого никуда. То есть это придется все равно сделать. И из этого выдающая история получается. Реклама. Времени у нас осталось 4 минуты. Я думаю, что мы успеем. Интересно вам вообще? Продолжаем? Да? Окей. Реклама. У меня, я думаю, что не так много слайдов осталось. Я хочу рассказать, чтобы была полная картина. Итак, только теперь мы можем давать рекламу. Кто-то говорит, вот как мне вот начать, да? Вот куда мне вкладывать деньги, и что мне делать, чтобы люди пошли. Пока ничего не надо, пока упаковки нет, смысла нет. Итак, как делается реклама? Делаются лиды. Лиды – это клиенты. На что мы их цепляем? На ценности, на предложения, на оффер. Все это может быть. То есть делаем рекламу. После рекламы нам обязательно нужно подогреть клиента. Что такое подогреть клиента? Неважно, на что он пришел. Он пришел чаще всего на «узнай, сколько стоит ремонт» или «узнай, сколько стоит дизайн». Либо «посмотри вот этот проект». Что вы даете в рекламе, да? Он приходит на это. Нельзя ему продавать. Он о вас ничего не знает. Для вас, для него, вы один из 20 дизайнеров, которые он открыл в других окошках. Большая ошибка сразу продавать. То есть можно продавать, но не… Можно делать дороже проект. Можно увеличить шанс, чтобы он купил. Соответственно, что мы здесь делаем? Мы их подогреваем. Перед тем, как он будет покупать, нужно рассказать о себе. Показать ему это дело. Дальше продавать еще рано, пока нельзя. Квалификация. Это тема, когда подходит ли он вам. Потому что человек может очень сильно влюбиться в вас, да, а потом вы скажете, извините, мы не можем вам помочь. Ко мне очень часто тоже обращаются ребята, говорят, как отказать клиенту. Я даю рекламу, ко мне идут клиенты, и мне стыдно им отказывать. Было ли у вас так? А вот чувствуется, что человек пришел, он мне хочет довериться, а я не могу его взять, потому что он у меня по финансам не сходится. Квалификацию делаем и работаем только с теми, кому мы действительно можем помочь. И только теперь продажи. Тогда мы можем делать эти продажи без манипуляции, без нужды, спокойно, ограниченно с нами. Теперь по деньгам. Полезно будет по деньгам рассказать? Вот, чтобы конкретно было. Смотрите. Лид-генерация. Делать самому до 150 тысяч. Что такое 150 тысяч? Если вы вкладываете в рекламу, допустим, до 150, ну типа до 100, например, и если вы зарабатываете примерно в своем проекте около 100 тысяч, 150 тысяч рублей. То есть если у вас физически есть деньги, которые вы вытаскиваете из своего проекта. Если вытаскиваете больше, хорошо, если меньше, не надо никого нанимать. С помощниками до миллиона рублей. Когда у вас личный доход, до миллиона рублей. Мы уже набираем помощников, там 150, 200, 300, 500. Уже имеет смысл взять пару таргетологов, то есть типа как фрилансеров парочку. И команду или партнера, или дегенерацию, имеет смысл брать только 1-3 миллиона, когда у вас. Все, что меньше, у вас никогда не сойдется, потому что вы, скорее всего, разбираться не будете. И экономика просто, ну вы будете отдавать деньги, и это будет неориентабельно. Я сейчас не буду вдаваться в детали, есть выкладки математические, просто поверьте. Самому разобраться можно и нужно один раз, и это несложно. Почему? Вам не нужно знать все про таргетинг, вам не нужно все знать про рекламу. Вообще, в принципе, ничего не нужно знать. Вам нужно упаковаться нормально, что тоже за вас никто не сделает. Вы должны один раз будете сделать это сами. Никто вас так вот не раскопает. Ну либо с психологом можно раскопаться, но все равно утвердиться. А когда у вас все это утверждено, то вы очень легко можете привлекать клиентов. Вам это очень дешево стоит. И вот только после этого уже можно кого-то нанимать. Но, скорее всего, тогда вы дойдете как можно быстрее до тех цифр, которые я показываю, сможете найти команду. И второе – продажи. Я разделяю эти две вещи, то есть или дегенерация. Это привлечение клиентов, которые руки поднимают. Да, я хочу у вас купить, но не все мы продаем. Дальше у нас идут продажи. Сам тоже очень рекомендую получить этот навык. Навык продаж. Обязательно. Обязательно делайте этот навык, потому что это переговоры. И продажи – это то, что вы можете ничего не знать вообще о жизни, знать только, как договариваться с людьми, знать психологию в этом плане, и вы никогда не пропадете. Более того, навык продаж настолько важен и универсальный, что вы можете, в принципе, даже с детьми работать, и ваши дети тоже, они могут даже профессию никакую не получать. Если они будут уметь просто продавать, по сути, общаться и понимать, что нужно людям, они уже тоже обеспечивают себя. То есть это роботы никогда не заменят. Это очень-очень классно. Поэтому до миллиона я рекомендую заниматься самостоятельно. Это тоже несложно. За месяц примерно можно это все подучить. Если вы знаете психологию, если вы знаете, потренировались, то это все работает. Очень рекомендую. Очень. Теперь где давать рекламу, чтобы работало? Хаус, Инстаграм, Директ, Ютуб. Где вот все это дело? Многие спрашивают. Вот часто приходят с этим. Есть такой вопрос? Где лучше всего работает? Все равно. В Сарафан, да, в Сарафан тоже работают. Все равно, где давать рекламу. Абсолютно все равно. Почему? Потому что где бы вы ни были, вы можете хоть в одноклассниках писать, хоть на заборе. Вообще без разницы. Вообще все равно, где. Это вопрос ни о чем. Потому что если вы пишете то, что нужно, если вы пишете те смыслы, все равно человек, если он увидит, он остановится и скажет, это мое. Я этому человеку верю. Почему? Потому что он уже настроен. Вы настроили упаковку под него, а он настроился на вас. Самое главное, кто вы, что делаете, для кого, в чем ваше отличие, чем вы докажете, что вы действительно так делаете. То есть доказательства тоже, конечно, должны быть. Почему вам можно доверять? Как в этом разобраться? В финалочку. Мы можем дать вам помочь, всем, кто сейчас остался. Я сделаю специальную группу, и мы поработаем с вами. Это бесплатно. Тэми, Design Friends, так и называется. Это для дизайн-конференции участников, кто сейчас с нами. Я посмотрю на вашу упаковку, дам какие-то рекомендации. Подскажу, как вам друг другу по этой методике тоже откомментировать. Моя задача, чтобы как можно больше людей вышли на серьезный, хороший уровень. И мне вот на самом деле, почему я это делаю? Мне надоело, что люди, уже мы сколько, 10 лет работаем, и каждый год одно и то же. То есть уже одно, одно и то же. Давайте уже наконец-то сделаем себе по-нормальному, потому что дизайнер все-таки продвигается не через, нормально не через рекламу, а через себя. То есть мы идем через то, чтобы эксперт умел сам себя продавать. Нужна ли реклама? Да, конечно. Но позже. Начинается все с упаковки. Чтобы не терять деньги впустую, наша задача каждому найти уникальность, чтобы у каждого все получалось. Подписывайтесь обязательно на инстаграм, Станислав Орехов. Книгу, кто не купил, тоже покупайте. Подходите, я сейчас буду на стенде, если какие-то вопросы остаются. В телеграм-канал TMI Design Friends. Подключайтесь, там поработаем. Кому это важно, кому это нужно, это бесплатный формат. В течение месяца подскажу вам, как, что сделать. После конференции, через пару дней начнем и найдем ваши уникальности. Вы удивитесь, как эта штука будет работать у вас. Спасибо большое.